А в Англии, кстати, негры дежурят. А, да? Практически, да. Они просто... Они как наши столатовики? Да, я не знаю, да, они просто... Ну, там все дворники негры, но они просто везде. И там ничего такого не увидишь. Понял, ясно. Так только, что кто-то сразу чик-с! И нету, да. Такой чтенишка, они просто на улице живут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Их спасет, так сказать. Потому что там иначе быстро что-то загонят. А гречане мусор кидают на улицу. Да? Вороны не кидают. Да, ну. Простые такие, да. Да, ну. Конечно, минималку купим, там. Семьсот в кемпот-семьсот, наверное, минималка. Нормально. Я дать вот это сказать. Нормально. Деньги можно... Можно жить. Одного мусора. Мы жильем там дорогое, но они-то живут в куче. А им же муниципально дешевые. Они живут в куче. А, ясно. Община, да? Ну, как... Ну, там такая маленькая комната, порядка 10-30 лапа, наверное. Деньги, да? Угу. Нет, 200 пунктов. Ну, так, там, ну, ладно. Ну, там... Ну, там... Обращаю внимание, таблички не было на русском языке. Ничего себе. Тут, наверное, ходит паром из Питера. Поэтому поставили. Нет, будет, наверное, что-то делать на нем. Может быть, да. Ну, вот, еще этим они балуются довольно много. У нас еще мало балуются. Они стики в сзади клеют. У нас это еще мало используют. Ну, почему-то так есть у них. Ну, наверное, только на это обращают, чтобы было не много. Ну, да, наверное, не обращают внимания. Так, довольно много у них рекламы вот такой на стены. Чисто такой вот. Видно, что человек сейчас сам взял там, что штук наклеил и развесил. Ну, да. Ну, вот, вот такого плана. Что продается. Что продается. Ну, указан сайт и реклама строительных услуг. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот, можно так встретить газетку и прихватить. Метро. Метро это будет вот чуть дальше. Вот там. И там будут газетки. Метро на халяву. Нет, чего-то вот я не могу похвастаться, что здесь чисто. Мы идем тут 100 метров. Как-то так. Это недавно так стало. Нет, это недавно так стало, да. Все было нормально. Ну, не знаю, не знаю. Вот так не валялось. О, борьба с рекламой такой была. Вот там за углом будет метро. Вот. И кто желает, может поехать куда-то далеко. Ну, там или быстро на метро. А вот и наши велики очередные. Очередная порция штук 30. На велосипеде есть, здесь, вон. Вон, один. Все на работе уже. Кто на работу, может быть, и въехали. Вполне. Ну, теперь посмотрим на их остановочку. Для туристов очень выгодно, что это какая-то есть. У нас это вполне легко могли бы сделать. Вот, никаких, никаких вопросов. Может быть, у них если покупать месячный билет, может быть, и дешевле билета получается. Тогда можно и кататься. Ну, это надо здесь жить и знать все эти фокусы. Допустим, многие ли знают, что можно купить в Риге поездной за 25 евро, не будучи рижанином? А по-моему, это что-то? Не многие знают, потому что об этом никто не рекламирует, никто не говорит. А на сайте указано, надо просто доплатить 3 евро, и все, и все, один раз. Ну, это за сам синий талон. За сам синий талон, и все. И не надо никакой декларации. Не-не-не, это еще до этого, до отмены было. А то бы и дальше работало. Просто об этом никто не кричал, никто не говорил. А наоборот, все кричали, декларируетесь, тогда у вас будет этот талон у Иганина. И, кстати, декларировали все? Ну, это неизвестно. Сколько там задекларировалось? Ну, болтали там 6 тысяч, якобы. А как это поверить? Ну, вот наша мета. Замечательная. Вот. Так, архит. Да. Ну, это она не драконная, что... Ну, да, да, в принципе, да. Вот там вот он, длинный проход такой, и на нем, на стенках, стоит реклама. Когда первый раз смотришь, обалдеваешь, как замечательно, как красиво. Когда едешь пятый раз, уже видишь, что она не меняется годами. Так, пихнули, и все. А чего тебя знает? Ну, вот как у них, допустим, выглядит реклама суши. Обязательно указан сайт. То есть, люди там. А что там у суши? Суши какое-то. Вот у них забегаловка. Суши. У нас эти самые кебабы везде сейчас пихают. Везде кебабницы открывают. Суши, это нормальные. О, еще у вас велосипеды. Я пока могу показываю велосипеды. Потом их не будет в центре. Ну, естественно. А здесь жилой район, поэтому их хватает. Вот, насколько я понял, это здесь студенческая общага. Такая вот. Здесь, допустим, бибелики более культурно уже складываются. Да. Если я как-нибудь на неделю поеду, мы вот здесь сниму комнатку, может быть. Ну, когда мне надоест, так вот, на 5 часов ездить сюда. Да. Захочется здесь спокойно. Нет, ну, захочется вот именно спокойно. Общаться суши, суши, суши? Может быть, и это. Может быть. Чайку попить. Бальзамчик выпить. Ну, и узнать, ну, как получится. Я думаю, что у меня что-то не особо сообщительное в этом плане. Может быть, может быть. И, может быть, и... 500 грамм натурного щепки. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Люди разные. Люди разные. Ну, трезвые такие, замкнутые. А, ну, да, вот написано, видите, студент. Черт, тебя там, наверное, не пропустит. Ну, а почему нельзя прийти к коменданту и сказать, я хочу снять комнату, сколько будет стоить? Вполне возможно, есть свободные места. Ничего такого выдающегося нет. Почему? Надо пробовать, и все. Точнее говоря, я когда-то давно уже искал, где там можно снять комнату, и получалось, что... Их масса самых разных. Вот, на разные цены, на разные вкусы. А вот чего они любят поваленное что-то, я не понимаю. Студенты бушевали. Еще один. Ну, что на меня дачу, так, то есть, наверное, вот. Ну, вот, наконец-то, их прелесть, их достояние. Называется мусорники. Тут же самые разные мусорники. И картон, и бумага, и металл, и черт знает что. Да, 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 да. Все в разных бутылках. Вот там, например, написано, написано, тыддингар. Это означает газета. Так что, извините, на обратном пути я... Нет, это именно газета. Бумага, это, может, что-то другое. Там картон, и так далее. Вот, собственно, напоминает Йормалу. Как вот у нас в Йормале. И вот всегда, когда я сюда приезжал, мне сначала вот именно нравился воздух. Он у них немножко отличается от нашего. Ну, почти. Он уехал. Он уехал.